Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео продолжаем разговор о регионах Северного Кипра. Сегодня поговорим о центре региона Кирении. Собственно говоря, речь пойдет о самом городе Кирения. Мы начали этот разговор в предыдущем видео. Если вам эта тема интересна, но предыдущие видеоролики вы не смотрели, я оставлю на них ссылку в описании и в закрепленном комментарии. Посмотрите, уверен, вам это будет интересно и полезно. Ставьте лайк, если вам интересна тема регионов Северного Кипра, а также прямо сейчас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики о Северном Кипре и о недвижимости Северного Кипра. Меня зовут Игорь Коршунов, я генеральный директор и владелец компании Leverage Investments, лидера рынка недвижимости Северного Кипра. Один из часто задаваемых вопросов от наших потенциальных покупателей – это приобретать ли недвижимость в городе или приобретать недвижимость в пригороде. Собственно, вот так прямо в лоб вопрос никто не задает, но этот вопрос, он так или иначе возникает у всех в процессе выбора квартиры. Кстати сказать, обязательно досмотрите это видео до конца, я расскажу три важных нюанса, на которые нужно обязательно обратить внимание, выбирая квартиру в центре города на Северном Кипре. Я жил в центре города, жил в различных местах в пригороде Кирении, в Кароланулу, в Алсанджаке, в Лапте и в Дуанкёй. И принципиальной разницы между этими районами я не вижу. Лично мне нравится природа. Вот по этой причине я проживаю в пригороде, но при этом достаточно близко к центру города. А если бы проживал на несколько километров более удаленно от центра, меня бы это все равно никак не напрягало бы. Раз я выбрал это место для жизни, значит оно мне нравится и оно мне подходит. А то, что до центра города мне нужно ехать не 5 минут, а, ну, например, 15, так это не проблема. Я тут недавно узнал, что нам все равно нужно и очень полезно какое-то время тратить на безделье. Эти 10-15 минут побыть самому с собой в дороге, ну, например, если я сам проживаю в пригороде, а моя работа находится в центре города, и мне приходится каждый день 5 раз в неделю тратить по 15 минут на дорогу из дома на работу, то это полезно и никак лично меня не напрягает. Что нам может быть нужно в центре города? Госорганы? Ну, крайне редко. В каждом районе есть свой муниципалитет. И для решения своих вопросов с муниципальными властями в центр города ехать совершенно не нужно. Работа? Да, работа часто расположена именно в самом центре города Киринье. Ну, раз уж мы говорим об этом регионе, о регионе Киринье. Возможно, вы по какой-то причине выбрали спортзал, или ваш любимый ресторан находится в центре города, или вы хотите приехать погулять в старой Киринейской гавани, которая считается лучшим и самым красивым местом на всем Кипре. Если вы хотите быть территориально ближе ко всем вышеописанным местам, жить в центре города совершенно не обязательно. Я это вам говорю из своего опыта. Если вы живете в 10 километрах от центра города и поедете на прогулку в старую Киринейскую гавань, вы туда приедете, ну, вероятно, за 15-20 минут, в зависимости от трафика. И если вы живете в центре и пойдете в гавань пешком из своего дома, то же потратите на это те же 15-20 минут. Из центра города нет смысла ехать на автомобиле на пешеходную прогулку. Таким образом, затраты по времени, то ли вы едете из пригорода, то ли вы идете пешком из своей квартиры в центре города, в старую гавань, они будут вполне сопоставимы. Плюс вы поймете, что ходить на прогулку в старую Киринейскую гавань каждый день это не очень интересно. Есть множество других, не менее интересных мест для пешеходных прогулок здесь, на северном Кипре. Например, район аббатства Белопаис, живописная деревня Карми, первый национальный парк Волсанджаки или единственная в регионе Кириния набережная в Лапте. Другое дело, если вы привыкли жить в центре города, а Кириния это какой-никакой, но город. Тогда, конечно же, раз вам так более привычно, уютно и комфортно, выбирайте именно центр Киринии. Главное заранее понимать, что Кириния это не Рим, не Флоренция и не Барселона. Еще недавно это была маленькая рыбацкая деревня. Но будучи городом, количество земли и квартир, в котором физически ограничено, недвижимость здесь стоит заметно дороже, чем аналогичная недвижимость пригороде. Нужно понимать, что в центре Киринии нет курортных комплексов. Точно так же, как в самом городе нет пляжей. Не считая пляжа отеля Амбассадор, но вряд ли бы мы с вами захотели воспользоваться пляжами в центре, если бы они здесь были. Во-первых, мы прекрасно понимаем, что канализация, даже проходя через очистные сооружения, она все равно сливается в море в итоге. А во-вторых, в городе же есть три гавани для яхт, которые тоже не добавляют нашему морю чистоты. За курортными комплексами нужно ехать в пригород, туда, где нет инфраструктуры. И для того, чтобы продавать свои квартиры и виллы, застройщики вынуждены были построить инфраструктуру. Это бассейны, рестораны, бары, спа. Там же в самих комплексах. Крупных жилых комплексов с бассейнами и парками в Киринеи тоже почти нет. Так же, как нет достаточного количества земельных участков для постройки таких вот масштабных проектов. А все, что есть, это такие очень компромиссные варианты. Например, небольшой общий бассейн на большой жилой комплекс. Или одна небольшая детская площадка там же. Пешеходные дорожки длиной в 50-100 метров с деревьями вокруг мы тоже никак не можем назвать полноценным парком. Но вы вполне можете приобрести себе прекрасную и уютную квартиру в центре без вышеописанной инфраструктуры. В городе и так есть бассейны. Ну, например, в пятизвездочных отелях. Есть большое количество спортзалов, несколько муниципальных парков и детских игровых площадок. В данном случае не обязательно искать вот это все вышеперечисленное внутри самих жилых комплексов. И если вам по душе жить именно в центре города, и вы понимаете, что такая недвижимость будет стоить дороже, чем в пригороде. Что в центре города будет более шумно, так как там проживает больше людей и ездит больше автомобилей. Что воздух будет менее чистым, ну, по этим же причинам. А красивых видов на море будет меньше, так как горизонт закрыт высотными зданиями. Мы вам обязательно поможем подобрать лучшее предложение в центре города. Итак, уважаемые зрители, пожалуйста, напишите в комментариях, что предпочли бы вы для проживания или отдыха на Северном Кипре. Жилье в центре города или жилье в пригороде? Заранее спасибо за ваши ответы. Есть три вопроса, на которые нужно обязательно обратить внимание, если вы выбираете квартиру в центре, здесь на Северном Кипре. Первое. Это цена. Я понимаю, что проекты бывают разные. Есть трехэтажные здания, есть десятиэтажные. Они отличаются по дизайну, они отличаются по своему стилю, а также они очень отличаются друг от друга по цене. И если вам нравится определенный архитектурный стиль, то тогда в поиске будем ориентироваться именно на него, уже не оглядываясь на цены. Но есть ли в этом вопросе? У нас с вами есть выбор. В центре Киринии мы вам сможем найти квартиры одинаковой площади с разбегом цен, ну, например, в 50 или даже 100 тысяч фунтов. Причем я сейчас говорю не о каких-то эксклюзивных вариантах, которых на рынке единицы, а об обычных квартирах. Квартира одной и той же площади, расположенная на одной и той же улице, ну, или в одном районе, в одном и том же квартале, может стоить как 65 тысяч фунтов, так и 165 тысяч фунтов. Мы говорим про квартиру одной и той же площади и приблизительно одного и того же качества. Второе. Как ни странно, но по какой-то абсолютно непонятной мне причине в новых дорогих проектах порой бывают настолько дикие и ужасные планировки и настолько плохое качество строительства, что я это вообще ничем объяснить не могу. Я прекрасно понимаю, что те, кто вам эти объекты пытается продать, они вам ни в коем случае эти нюансы не покажут. Что же делать? Вот вам лайфхак. Обращайтесь в наш отдел продаж. Даже если вы уже присмотрели себе квартиру в центре города и без нас, не говорите об этом нашим сотрудникам. Просто в процессе покажите им фото понравившегося объекта и спросите, можем ли мы вам его тоже показать. А когда покажем, внимательно послушайте комментарии наших сотрудников прямо там на месте во время показа этого объекта недвижимости. Возможно, мы вам, нисколько не желая отговаривать вас от покупки и терять вас как покупателя, покажем этот же объект более честно, профессионально и объективно. И это лишним для вас точно не будет. Вы получите еще одно бесплатное профессиональное мнение об этом же объекте недвижимости от сотрудников нашей компании. При этом совершенно не обязательно приобретать этот объект через нашу компанию, если вы все-таки решитесь на покупку. Если у вас на этот счет другие планы, вы нам в этом вопросе ничем не обязаны. И третье. В центре города расположено несколько военных баз и множество объектов военного назначения. Ну, например, штаб округа, жилье военнослужащих, порт и госпиталь. А по закону на Северном Кипре иностранцы не имеют права приобретать недвижимость вблизи этих объектов. Вернее, приобрести по договору купли-продажи вы его сможете, а вот разрешение на приобретение Совета Министров вы на такой объект никогда не получите. А следовательно, не сможете в итоге оформить свидетельство о праве собственности на свое имя. Мы как агентство не ограничены в выборе объектов, и у нас представлена самая большая база юридически проверенных квартир и вилл в стране. А сами застройщики по понятным причинам никогда вас об этом заранее не предупредят. Ну, просто потому что такой у них бизнес. Они построили вот этот многоквартирный дом, и они должны его весь распродать. Мы вам покажем эти же квартиры по цене застройщика, но покажем все их плюсы и все их минусы. И расскажем вот об этом нюансе про близость объектов военного назначения, если они там есть. И если вас это не устроит, сразу же предложим большой выбор альтернативных вариантов вдалеке от военных баз. Потому что мы, в отличие от застройщиков, не ограничены в выборе, и можем вам предлагать объекты любого застройщика в любой локации. Главное, чтобы они максимально соответствовали вашим целям и вашим пожеланиям. Я не буду сейчас приводить конкретные примеры конкретных комплексов и блоков апартамента, чтобы не ставить в неудобное положение застройщиков и наших коллег-риэлторов, которые вот это вот все дорогое, не очень качественно и вблизи военных объектов продают и даже не краснеют. Вы приедете на Кипр и все увидите на месте своими глазами. И, кстати, сказать, это не то, что мы такие маниакально честные люди. Такой подход, он выгоден в том числе и нам, потому что если мы сегодня продадим вам нечто, где есть минусы, о которых мы умолчали, то завтра вы же нам будете предъявлять претензии по этому вопросу, а также расскажете об этом своим друзьям, знакомым. А нам обвинения в непрофессионализме, они точно не нужны. Поэтому мы всегда о минусах говорим даже больше, чем об их плюсах. Кроме того, для нас, постоянно живущих на Северном Кипре, плюсы становятся уже привычными и обыденными. И мы сами их уже не замечаем, относимся к ним как к чему-то само собой разумеющемуся. А вот минусы, они нам заметны. Мы знаем, где их искать и на что нужно обязательно обращать внимание при просмотре любого объекта недвижимости. Ставьте лайк, если согласны с таким подходом. Вроде бы все нюансы о центре Кирине я вам рассказал. Из минусов это пробки на дорогах, больше шума, меньше чистого воздуха и более высокие цены на квартиру. Из плюсов это партии, секции для детей, кафе, бары, рестораны, различные развлекательные заведения на пешеходном расстоянии от вашего дома. И в центре Кирине можно жить без автомобиля. Если я что-то упустил или у вас остались дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях, буду рад на них ответить. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, а также прямо сейчас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики о Северном Кипре и о недвижимости Северного Кипра. В следующих видео продолжим разговор о регионах Северного Кипра и всему, что с этим связано. А если вы хотите приехать на Кипр и посмотреть все своими глазами, отправьте заявку с текстом «Хочу получить сертификат на бесплатный отдых на Кипре» и мы вам его вышли на e-mail. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии к видео. И открывайте для себя Северный Кипр вместе с компанией Leverage Investments. Продолжение следует...